садоводство для избранной судьбой почему я помещаю эту книгу как пример делала чем смотрим сюда смотрим на эту мальчишку это три дня назад четыре приехала одна семья на следующий день другая семья вот и я еще попросил мальчика сфотографироваться вот спросил как все вкусно я говорю тогда давай сфотографировать и рядом стояли родители в одной семье был один мальчик а в другой семье было двое детей даже не помню мальчики вот память имя и тем и тем я продал в одной книге одним продал немножко разберемся одним продал вот такую за 1000 рублей а другим продал у кого карман какой вот такую за полторы знаете чем я думать и так ровались брать с ради вот эти детей эти книги скоро закончилось этих осталось 8 и цену поднимаешь 1 сентября у него новый будет этот самый ценник она будет за полторы стоять еще не продал 8 суток за полторы вот это вот да ну это так сюда и останется вот это вот ну купили же знаете я произвел волшебную праздник родители детей купите пока это это семья я по часу их фильмы снимал убери уже недавно фильм снимал одни были собака на 10 минусинска сколько им советов дал они же покупали эти же самые саженцы пусть рано но покупали в горшках ничего не пропадут вот это я хотел сказать и теперь я вынужден смотрите вот эта книга 70-е годы знать и уметь вот знаете что я сделал затерли видите почему я не хочу позорить того кого нет на свете наверное 50 я открываю сейчас объясню сейчас поймете откуда весь этот ужас берешь я открываю вот так вот сюда глядите вот сюда видели зверский способ по уничтожению директ деревьев а как он этот человек ученый человек он сто тысяч звери он решил срубить деньжат вот это вот перешло с 19 века а книга это издана ну сейчас не буду глядеть где-то семидесятом году 50 лет назад вот это вот хочу и до сегодняшнего дня вот это понимаете а вот то что я вам предлагаю вот здесь всего и сады вот то что вы сейчас видите у то что увидите у него сейчас на шее висит как так как случилось что этого никто не заметил не понял что вот это нельзя что уже этого достаточно чтобы изувечить дерево посмотрели посмотрели старая биология видите дальше здесь написано помечников с помощью своих опытов лягушка это самый током пил живых мертвых током вот лапки дергались выводы у всех они души сразу был костер 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 да что это такое потом появляются современные книги вот получается мой такой вывод что по моим книгам надо сейчас учить по моим детей по моим вот современные и опять ничего здесь нет ни одного совета полезно умного что такое настоящая почва что мне грибы что нельзя почву перекапывать что даже простейших вещей как долдунили перекопать и потом все это рыхли надо что больше делать нечем вот это видите это школа ну и это уже не никуда не годится а по телевизору смотри на министра это сам просвещение он все понимает в этом что-нибудь второй путь савинич вот все эти самые грамотности ну хотя бы замминистра просвещения вот она сразу константинович помогает выбор пустыненько составили новую программу и тогда мы уже уже в головах детских это было бы тут то что должно быть вот внимание книгу мне два дня назад подарила библиотека они меня как увидят у них эти книги никому нахрен не нужны извините за говорили нахрен не нужны как в константинович они мне подарки преподносит я только в библиотеку они мне сразу раз в константинович не надо а то выкинет вот так представляете советские ученые а книга одуха когда она издавалась я серьезных вещах говорю может быть даже не динамичков которые отключились может быть 83 год книги 40 лет вот советский ученый б.п. токин установил что растения вырабатывают активные вещества оказывающие губить губительное воздействие на различные виды болезнетворных бактерий вот простейший грибов и одноклассников животных эти вещества названные фитоцидом знакомое слово фитоцидом в дереве есть фитоциды в дереве если что сделать прекратить его калечить у нее тогда максимальная это концентрация фитоцидов еще одна есть интересная вещь ладно другой раз вы понимаете фитоциды содержатся в этом соке любого дерева каждом листочке отрезали дерево слабо изуродовали заболела я тут мне брат прислал ролик у них тут много я потом отдельный фильм сделал это удивительное делает как можно подходит дерево говорит гордо вот моего года врачи рядом обрезали близкий план вот такие вот видите вот пошли да вот это более ветки укорочены вот пошли веточки вот пенечка пенечка два вот таких время июль месяц и вот он не понимает это а все дерево с больными листьями все это наторил и гособрача угробил дерево оно больное насквозь и ты показываешь как надо дальше вот опять пришло лето и надо дальше резать вот видите что творится таких примеров ладно не удержусь смотрите сюда внимание 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 который делал сам хозяин видали 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 надо определиться где все видели что творят это компания зарабатывает деньги на дураках то есть не на дураках а людей невежественных которые выросли ничего не понимает что у них где растет в саду понимаете это жуть это страшно мне вот этот человек я потом покажу его письмо чуть позже спасибо что вот это прислал этот ролик